друзья я не видел смысла делать он бокс поскольку ну с 19 ноября уже этих прелюди было достаточно продажи в европе начались поэтому мы перейдем собственно говоря к главному у меня на столе сейчас playstation 5 это дисковая версия новый обалденный dualsense и совершенно новые наушники playstation wireless который пульс давать по порядку новая playstation это одновременно волнительный и прекрасный момент но в то же время очень грустный поскольку подобные чувства от первой распаковки и включения мы переживаем крайне редко это не новый модный флагман это часть вашего дома и предмет который не только ты будешь видеть каждый день эта штука открывает доступ виной пласт искусства культуры и развлечений в 2020 году нельзя отказываться от факта того что игры занимают гигантскую часть нашего обихода и игнорирование подобного пласта контента я считаю преступлением прежде всего перед самим собой друзья я пользуюсь playstation 5 с 20 ноября 2020 года сегодня 25 ноября и я никогда ничего подобного с играми не испытывал консоль как по мне значительно интереснее своего прямого конкурента и да все кто говорили что наши квартиры в большинстве своем не готова к playstation 5 были точно правы весь ее дизайн как бы кричит я с другой планеты и действительно когда ты видишь ее вживую ты понимаешь что то та философия дизайна который выбрала в итоге sony она более верная потому что она цепляет глаза ты все твое внимание сконцентрировано на ней сегодня в день когда притащил ее в студию мы начали готовить к съемке все люди которые заходили в кабинет сразу же замечали и сразу же говорили о боже чтоб плойка 5 ну то есть так получилось что sonic каким-то образом удалось возвести эту консоль что-то более высокое чем просто очередной гаджет и я не встречал подобной реакции на xbox к сожалению я считаю в конечном счете что да наши квартиры не готовы к дизайну playstation 5 это абсолютно точно и у меня дома она тоже странно смотрится но блин она такая красивая и вот даже несмотря на то что она выбивается из общих вещей это наверное даже хорошо ты никогда не забываешь что она у тебя есть консоль точно рисовали для использования вертикальном положении несмотря на то что ее можно установить горизонтально но именно стоя на выглядит максимально круто к слову игнорировать родную подставку при вертикальной установке категорически нельзя весь воздух playstation 5 берет именно из днища сама подставка сконцентрирована таким образом чтобы этот процесс максимально облегчить очень радует что она съемные и нам не навязывают сугубо вертикальное положение у того же xbox серии 6 напоминаю тоже стандартное положение как раз таки вертикальная не горизонтальная и несмотря на то что майклсов сном сделай xbox маленькими такими упорами и подставочками для горизонтального положения они вертикального вертикальная подставка тем не менее прикручена к их сбоксу намертво и в момент когда ты ставишь его не стоя а лежа но это выглядит слегка нелепо здесь такого момента нет подставка легко снимается и ничего сложного в том чтобы переставить абсолютно нет решение классно элегантная и удобная и что особенно приятно это комплектная вещь потому что напоминаю в старый playstation вам нужно было это докупать спереди у консоли две кнопки одна включает консоль другая позволяет извлечь диск также на передней панели 2 usb один type-a обычный другой быстрый usb-c и естественно если бы у нас была версия без диска то кнопки извлечения диска очевидно здесь не было позади консоли разъем под шнур питания блок питания встроенный уже три поколения подряд hdmi 2.1 ethernet и 2 usb 3.0 также у нас есть возможность установить на эту консоль дополнительные ssd который как ни странно находится внутри чтобы добраться до него вам придется снять одну из боковин консоли и это в общем то не суперсложно на сайте sony даже есть подробная инструкция как это сделать и это не снимает с вас гарантии в общем как было с playstation 4 в свое время где вы могли спокойно заменить жесткий диск на любой другой либо ssd не теряя гарантию здесь ровно такая же схема в целом дизайн playstation 5 мне очень нравится но я все-таки соглашусь с тем что именно стоя она выглядит гораздо лучше она действительно дизайнилась так чтобы именно стоять а не лежать хотя опять же ничего не запрещает вам использовать ее лежа для этого тут тоже все есть и все продумано так что переживать там за охлаждение или циркуляцию воздуха нет конечно же никакого резона но большую часть воздуха она как раз таки берет с нижней часть поэтому если вы ставите горизонтально убедитесь чтобы нижняя часть консоли в случае с таким положением все что слева не забивалась там нормально был была нормальная циркуляция воздуха потому что для приставки любой принципе это важно новый геймпад настолько другой и иной что sony даже пришлось отказаться от бренда dual shock и это бренд правда бренд потому что dual shock за все эти года сколько он развивался действительно стал культовой штукой и даже достоянием поп-культуры местами но sony пошла на достаточно я считаю важный шаг и полностью отказалась от названия толчок в пользу нового теперь это называется dual sense и он блин прекрасен он стал слегка больше у него наиприятнейший двухцветный пластик причем нижняя часть покрыта очень мелкими символами playstation именно они дают контроллеру дополнительный хват кнопки нажимаются лучше диппад тоже приятней стики сделали чуть больше и добавили по бортам больше места для зацепа по центру красуется гигантская тач панель которая стала в разы более отзывчивой и более точной чуть ниже прорезь под встроенный динамик кнопка playstation и кнопка отключения встроенного микрофона последний теперь можно использовать до созвона с друзьями в тусовке или в играх со встроенным голосовым чатом 3.5 миниджек кстати тоже никуда не дели присутствие микрофона в dual sense это в общем-то не новая вещь микрофон был и в dual shock 4 но там он используется только в ряде проектов и очень нередко в принципе как-то взаимодействовал с пользователем здесь микрофон это действительно один из органов управления взаимодействия вас с внешним миром его можно естественно использовали созвона с друзьями во время игры либо для использования во встроенных голосовых чатах непосредственно в самих играх например в том же самом black ops новом вам не нужна будет отдельная гарнитура я просто сидя перед телевизором могу говорить и люди меня слышат и я слышу их это офигенно ничего на ушах не висит в общем от этого опыта я отвык это действительно интересно но и естественно три с половиной миниджек с геймпада тоже никуда не дели поэтому если у вас есть какая-то любимая гарнитура или например если вы являетесь владельцем старой playstation 4 gold гарнитуры то ее по 35 тоже можно подключить но самое волшебное в dualsense ребята это не его дизайн и либо обновленные стики а то что творится с dualsense внутри ну что саша держи вибрация перемещается под пальцем не знаю как новое ощущение от геймпада держится на двух слонах первый совершенно новая система вибрации ближе всего по ощущениям она похожа на то что использовалась в nintendo switch однако совершенно на другом уровне мы буквально ощущаем то же самое что испытывает персонаж на экране ходишь ты по траве по земле по деревянным конструкциям прыгаешь поднимаешься по лестнице скользишь ощущаешь стекло под ногами персонажа огонь воду каким-то образом встроенных всего лишь два мотора внутри dualsense действительно создают ощущение этих материй и объектов многие говорят что это сложно объяснить и я пока сам не попробовал до конца не мог понять что именно имели вы люди в камере и и скорее всего даже если я вам сейчас расскажу что это такое как это ощущается пока ты сам это не попробуешь ты этого не понимаешь но действительно я совершенно точно могу с закрытыми глазами идти где-нибудь в игре и действительно в условном астроботе ощущать по чем я иду не видя этого на экране это невероятное ощущение и ничего подобного в играх я ранее не испытывал и все это еще усугубляется тем что встроенный динамик в dualsense тоже активную роль играет если раньше разработчики использовали его лишь для каких-то небольших активностей типа радио переговоров в инфеймосе либо рапортах полиции в gta 5 то здесь динамик реагирует часто многое в абсолютно разных играх и он добавляет как он как будто бы становится еще одним динамиком игры полноценно туда выводится не все звуки это всегда зависит от игры но они появляются там всегда уместно и как будто бы создают ощущение что игра как бы вываливается с телевизора на вас что она под тут рядом с вами это даже чуть-чуть граничит с i max и вот этим вот 8d кинотеатрами если вы понимаете о чем я то есть ты буквально ощущаешь что звук где-то в комнате это очень интересный опыт второй слон это триггеры они научились в обратную отдачу то как ты нажимаешь курок в новый call of duty как мы натягиваем тетиву востробот или машем огромным топором в demon souls все это ощущается по-разному история с триггерами это наверное еще более крышеснащая вещь особенно если вы любитель поиграть в стрелялки и шутеры и гоночки потому что как раз таки именно там это все раскрывается совершенно по-иному фигня в том что ты буквально можешь ощутить разницу между тем какое оружие ты используешь call of duty у них курки по разному нажимается отдача и сила которая тебе нужно для того чтобы нажать на триггер она разная причем это не выглядит как фича которая будет тебя раздражать ребята прошла неделя по сути я не хочу это выключать я настолько к этому уже привык что когда я выключил это для того чтобы пойти в call of duty без каких-либо вибраций я понял чтобы этого офигеть как не хватает короче история с триггерами это реально круто и очень круто что она не только дает тебе разную вибрацию на этих триггерах она буквально сопротивляется по-разному тому как ты приносишь этому усилия и не страшно представить как разработчики могут это использовать тут такой потенциал в хоррорах что просто страшно представить что мы будем ощущать проходя будущий резидент его например потому что я уверен что капком не упустит возможность все это выкручивать на максимум а эффектов там можно придумать море учитывая насколько легко dualsense эмулирует какие-то поверхности и как круто реагируют триггеры это будет действительно непередаваемый опыт но скептики сейчас скажут эх типа да кому ты заливаешь это такая же бесполезная фича как сенсорная панель в долл шоке 4 либо тот же самый динамик который толком никто не использовал но правда в том что блин это уже есть везде то есть все игры которые запускал конкретно под пластейшн 5 они то поддерживают все игры которые получили обновления с ps4 до ps5 это тоже поддерживают и call of duty не является эксклюзивным проектом пластейшн она умеет фортнайт не является эксклюзивным проектом пластейшн и она умеет borderlands 3 господи который в общем то никому толком не нужен бесплатно обновился с версии для ps4 до ps5 это же поддерживает все фокусы триггеров и новые вибрации и мне даже играть эту игру захотелось после этого потому что до этого мне было неинтересно теперь играть то есть банальный другой орган управления заставил меня провести почти четыре часа подряд в borderlands 3 я считаю что это чудо потому что мне игра практически никак не зашла когда я играл в нее полгода назад на пластейшн 4 естественно новые ощущения будут за вами мешать в соревновательных играх однако это не новость любой игрок в дестни или call of duty и так отключал вибрации еще на прошлом поколении sony в отличие от microsoft дает своим игрокам абсолютно новый опыт интерфейс очень быстрый и самое главное интуитивный мы уже сняли огромный обзор на интерфейс пластейшн 5 аж на 40 минут его можно глянуть выпадающей подсказочки прямо сейчас но если хочется самое главное остаемся playstation store первая иконка в меню он открывается мгновенно не тупит не лагает скорость скачивания очень быстро новый playstation кап открывается поверх любых приложений и игр по одиночному нажатию на кнопку playstation он дает возможность быстро создать тусовку отрегулировать звук посмотреть заряд или вовсе выключить консоль но самое прикольное он дает доступ к карточкам подсказкам а они в свою очередь дают возможность увидеть подсказки чтобы пройти трудные моменты в играх или понять как выбить сложную ачивку все выглядит очень нежно красиво и главное быстро старое меню настроек переработаны все логичнее проще и лучше а главное все это черт побери красиво но главный конечно вопрос каково это играть в игры на пластейшн 5 я отвечу одним очень емким но важным словом в этой ситуации все игры запускаются быстрее привет самый быстрый ssd в индустрии марк церни главный архитектор консоли не просто так посвятил почти 90 процентов первой презентации именно ssd консоль делает все очень быстро я знаю что я в этом тексте много говорю слова быстро но блин это реально очень быстро это быстрее чем где-либо еще причем абсурд когда я захожу в call of duty black ops cold war в мультиплей я жду загрузку не потому что пластейшн 5 долго грузится а потому что я играю с другими игроками на пластейшн 4 и пк которые долго блин грузится потому что когда ты запускаешь эту игру в оффлайн режиме на этих же самых картах загрузка происходит так быстро что ты не успеваешь twitter на телефоне проверить там телеграме посидеть пока загрузка идет и вообще ничего не успеваешь она просто вот так происходит приход ssd в консоли это невероятно круто и важно и все эти люди которые полгода назад говорили ой ssd там ssd тут на практике правда в том что теперь вся индустрия начнет разрабатывать игры с учетом ssd и это уже происходит мы можем запускать любую игру из каталога для пластейшн 4 а это более 4000 игр суммарно основные самые большие важные проекты с ps4 начали получать патчи для улучшения картинки и производительности а также поддержки новых функций dual sense мы можем скачать их прямо с пластейшн store или вставить диск с игрой от ps4 прямо в ps5 и начать играть здесь в общем-то опыт такой же как на четверке если вы долго пользовались пластейшн 4 у вас копирует большое достаточное количество дисков их совершенно не стоит от них избавляться вы можете абсолютно любой диск вставить в консоль и она без проблем ее прочитает копирует скачать там свежие патчи если разработчик позаботился об обновлении то вам вообще дадут лучшую версию у меня так получилось snowman sky которая была абсолютным гадким утенком на релизе но сейчас эта игра выглядит потрясающе она мало того что получила вновь под ps5 так она еще и получила поддержку dual sense контроллера и так происходит очень большим количеством игр и каждый день буквально каждый час я читаю новости в интернете о том что та или иная игра получила обновление под пластейшн 5 поэтому до игры с обратка действительно работают и там нет практически никаких нюансов особенно о тех о которых говорили самом начале журналисты которые получили консоли сильно раньше релиза на сейчас большинство игр и вот тот желейный эффект о котором рассказывали некоторые я не встречал ни в одном из проектов по обратке из всей библиотеки мы не можем запускать следующие игры ставь плюсик в комментариях если впервые видишь все эти названия там по факту кроме tomb raider ну она это с мобилок пришла поэтому я вообще не вижу смысла горевать на этот счет так что да реально любая игра с пластейшн 4 запускается на пластейшн 5 ну и важный момент если у вас есть пластейшн 4 установленной игрой от кодзимы той самой демкой пяти скопировать ее на пластейшн 5 мне не удалось консоль не смогла это сделать видимо капком сделала все для того чтобы стереть все упоминания об этой об этой замечательной техно демки навсегда так что консоль если хотите в пяти поиграть еще раз ту четверку надо будет хранить как зеницу ок самое волнительное осознание от того что при всей этой мощности скорости работы невероятном дизайне контроллера приставки новых наушников все это абсолютно не шумит ты слышишь шум только когда запускаешь игру с дисковода это ненадолго потому что в основном она шумит только в момент копирования этой игры на саму приставку понятное дело что тишина это общая заслуга всего нового поколения у xbox а плюс-минус такая же ситуация но я поражен как мы от этого причем это не максимум который она может объективно перешли к этому в конечном счете я хочу сказать следующую вещь если вы сомневались покупки playstation 5 или вам казалось что с ней что-то не так все так все отлично и это действительно совершенно иной опыт того как мы воспринимаем игры я абсолютно точно уверен что то что сейчас вышло я уже успел поиграть в demon souls который выглядит как оживший мультик в хорошем смысле этого слова ничего подобного с точки зрения графики я вообще наверное не видела в 4к 60 это просто у тебя отвал всех возможных конечностей графически я уверен что тут еще есть куда расти и мы увидим еще более красивые игры еще потянется нотидок со своими проектами и посмотрим что они смогут выжить с playstation 5 на данный момент все тесты digital foundry в том числе говорят о том что playstation 5 действительно выдает более высокую мощность относительно xbox series x который почему-то в голых цифрах якобы мощнее playstation 5 видимо тут все-таки решила другая система взаимодействия с непосредственно ssd диском и сам ssd диск который быстрее здесь чем в xbox series x я откровенно с вами говорю я фанат sony мне нравится их продукция но я абсолютно точно уверен что на данный момент вот в этот год playstation 5 точно впереди в консольной гонке я могу лишь вам пожелать умудриться все-таки вырвать предзаказ к сожалению sony по неизвестным для нас причинам как известным не может дать всем желающим приобрести консоль поэтому если вы все-таки решились позаботьтесь о предзаказе заранее потому что все те люди которые делали предзаказ у нас действительно получили эти консоли не 19 некоторые 19 некоторые 20 некоторые 21 в регионах еще чуть позже но в целом все получили свои приставки как и планировалось поэтому вот что я вам скажу если вы хотите себе снова купить консоль как бы сделали это в 2013 году и ближайших 5-6 лет не думать об апгрейдах то playstation 5 это пожалуй один из самых лучших способов для этого вам хорошего дня яркого настроения и поздравляю вас всех с приходом некст гена пока пока он 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 Продолжение следует...